В Тверской области у истока Волги в Осташковском районе 29 мая начался 22-й Волжский крестный ход, посвященный 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Крестный ход пройдет по территориям 11 муниципалитетов Тверской области и городу Дубна Московской области. Часть маршрута паломники преодолеют по воде. Наша съемочная группа побывала у истока Волги, откуда и начался крестный ход. История Волжского крестного хода берет начало с 1999 года. Тогда крестный ход совершился по водам трех великих рек – Волги, Днепра и Западной Двины. В 2000 году традиции освещения истока реки Волги и начала Волжского крестного хода были объединены в один праздник. И лишь в прошлом году из-за эпидемиологической обстановки крестный ход был отменен. Но в этом году традиция вновь возобновилась. Все сегодня присутствующие на этом очень важные события, которые очень важны, сплачивают людей, очищают их Бог, наполняют их верой. То, что мы вместе, как единый народ, можем добиться очень-очень много. Крестный ход начался с божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Волговерховье, которую провел митрополит Амвросий. Конечно, это объединяет людей, особенно сейчас, после такого значимого перерыва, когда люди были разобщены. Мы вновь собираемся, и мы уже сегодня даже отметили, как важно нам вновь начать общаться вместе, собираться, молиться, радоваться. Затем у истока реки Волги прошел чин малого водоосвещения. В торжественном открытии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Рудене, советник президента Владимир Васильев и другие высокие гости. Глава региона подчеркнул важность этой традиции. Тверская земля – это всегда была земля, которая хранила, и традиционно передавалась поколение в поколение нашу культуру, православие. Все исторические события, которые проходили в нашей земле, все непрерывно связаны, в том числе, с русской православной церковью. Наша система ценностей, конечно, строится на нашей истории, на наших традициях. Поэтому и молодежь, которая сегодня была в достаточном количестве, она продолжает эти традиции. У истока Волги состоялся концерт, а затем паломники отправились в путь. С 29 по 30 мая они следуют по Нила Столобенской пустыне. Болжский крестный ход будет проходить по территориям 11 муниципалитетов Тверской области и города Дубна Московской области. 6 июня участники крестного хода прибудут в Кашин, откуда в честь празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского пройдут Макариевой тропой, повторяют путь, который, согласно преданиям, преодолевал сам Тверской святой. Завершится событие 8 июня в Калязине.